Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о сороке кто не слышал об этой птице да практически все питавшие с молоком матери сказаний о том как заботливая мама сорока готовила кашу и кормила своих деток сорочат приговаривая наставления и выдавая порции только тем кто трудился далее в процессе взросления мы слышали поговорки о ее говорливости и болтливости многие намотали на усы стали тихонями а кто-то продолжает безумолку как сорока начитывать речитативы или рассказывать без остановки что видел и узнал дабы передать нужную и ненужную информацию своим подписчикам а еще по слухам белобокую красавицу постоянно уличают в хищении и присвоение личного блестящего имущества граждан а это на минуточку потенциальные подписчики и в свою очередь какое-никакое преступление против человечества но не покажешь не докажешь может это сойка или ворона ну или пробегавший еж воровайка и все обвинения обидный и недоказанный поклёб на невинную птичку которая просто болтала где-то неподалеку так что дело на гражданку сороку заведено и ей как и любой особи потребуется адвокат я всеми силами буду стараться защитить приводя исключительно факты а может и нет а мои смотрители выступят грозными но надеюсь снисходительными судьями дабы в конце сделать выводы заботливая сорока мама или нет говорила или не говорила и наконец был грабеж или мелкое хищение и будем надеяться без жертв давайте разбираться сороки включают в себя представителей девяти родов отряд воробьиные семейство врановые род сороки хвост зеленым отливом голова черная низ белый но это те сороки которые мы привыкли видеть у себя на приусадебном участке или во дворе около дома есть и поистине уникальные красотки индийская древесная сорока красноклевая лазоревая сорока желтоклевая лазоревая цейлонская лазоревая и толстоклевая лазоревая так вот последняя в списке она стала символом тайваня а это как-никак достижение не каждая птица заслуживает таких почестей несмотря на то что систематически эти виды не всегда близко родственны друг другу все сороки имеют схожее внешнее строение поэтому объединены под одним названием среди врановых наиболее близки к ним соки и вороны внешний вид сорок очень специфичен благодаря чему их легко может узнать даже не искушенный в орнитологии человек среди представителей врановых сороки занимают промежуточное положение они крупнее соек но мельче ворон их тело обтекаемое клюв острый прямой с едва заметным изгибом над клюве крылья средней длины лапы тонкие и относительно длинные изящество им добавляет длинный хвост тупо срезанным концом его форма может варьировать у большинства видов хвост имеет одинаковую длину на всем протяжении у лесных сорок он концу заметно расширяется а у рэкета хвостой сороки имеется по бокам своеобразные вихры половой деморфизм у них не выражен а кто не знает что это такое то это говорит о том что самцы и самки внешне практически не отличимы друг от друга места обитания сорок сосредоточены в северном полушарии здесь они встречаются на всех континентах в евразии африке и северной америке особенно обширен ареал сороки обыкновенной которая охватывает всю умеренную зону евразии и почему-то кроме дальнего востока хотя и туда мне кажется залетают самые любопытные птицы ареалы других видов значительно уже например калифорнийская сорока обитает только на калифорнийском полуострове а толстоклювая лазоревая сорока только на тайване ареал голубой сороки и вовсе загадка он состоит из двух участков один охватывает как раз таки дальний восток корею китай японию приморье север монголии а второй находится на крайнем западе европы в испании и португалии пока ученые не находят объяснения как популяция одного вида оказались изолированы на расстоянии многих тысяч километров возможно на границах стоит таможня из сорок обыкновенных и у них нет подходящего сорочинного паспорта а может у них на повестке дня более важные вопросы на которые они обязательно найдут ответы зато среда обитания у всех сорок схожа сороки предпочитают заселять леса разных типов хвойные широколиственные тропические джунгли причем живут и в глухих чащах и в парках и в лесопосадках и в редколесье поисках корма они охотно посещают открытые пространства берега рек и озер пустоши поляны поля и луга некоторые виды сорок держится большую часть года поодиночке и лишь после выведения потомства образуют семейные группы другие наоборот живут небольшими стаями которые в период гнездования распадаются на пары все виды сорок оседлый и перелетов не совершая все но не все в скандинавии сороки склонны на перелет птичка умна и время от времени хочет тепла либо скандинавские сороки путешественницы куда хочу туда лечу сороки одни из самых умных птиц существующих в природе мозг в процентном соотношении к телу имеет такой же размер как и у человека эти птицы способны быстро обучаться новым навыкам например ученые научили сорок счету и уборки клетки подручными инструментами это единственная птица которая способна узнать себя в отражении остальные либо вообще не реагируют на зеркало либо воспринимают как птицу своего вида излишки пищи эти птицы взрывают землю причем потом без проблем находят эти тайники характер этих птиц во многом схож с другими врановыми сороки очень сообразительны наблюдательны и любопытны они внимательно отслеживают обстановку вокруг чутка реагируют на ее изменения и немедленно оповещают об этом своих сородичей хотя в целом сороки ведут себя осторожно но голос подают охотно звуки которые издают сороки очень резкий и громкий поэтому люди обычно не слишком радуются соседству со стаи этих птиц но куда же деть соседи этажом выше или ниже которые способны издавать не менее интересные звуки еще и в совсем не подходящее время у сорок отлично развито социальное общение они способны проявлять эмоции например печалится еще птицы способны помогать друг другу общаться между собой предупреждать об опасности у них большой репертуар звуков но даже один и тот же звук произнесенный с разной интонации может иметь различное значение интересно что на голос этих птиц реагируют не только представители своего вида но и другие птицы и звери для обитателей леса эти сигналы означают близость хищника или человека и при звуках сорочьего голоса все стараются скрыться поэтому поговорка о том что сорока известия на хвосте принесла вполне справедливо упоминание о хвосте тоже не случайно когда сорока сидит то нередко подергивает хвостом чего не бывает у других птиц вообще сороки по сравнению с воронами более подвижны по веткам скачут резво полет у них легкие движения порывистые человеку обыкновенные сороки доверия не испытывают в отличие от ворон играчей зимой они массово не перекочевывают в города здесь их можно увидеть только в лесопарковых зонах сороки питаются преимущественно животной пищи основы их рациона составляют насекомые это жуки и кузнечики саранча их личинки и куколки червячки слезни улитки мелкие лягушки и ящерицы но по мере возможности птицы стараются дополнять рацион более крупной добычи в период гнездования они активно разыскивают разоряют гнезда певчих птиц выпивают яйца и поедают птенцов мелкие пернаты в свою очередь собираются в стаи атакуют разбойников поэтому сороки стараются не привлекать себе внимание в остальные сезоны они сопровождают крупных хищников выискивая падаль подбирают отбросы но могут и наведываться кормушкам при поисках корма они проявляют смелость переходящую в нахальство нередко можно видеть как ловкие сороки суетятся под носом лисицы орлана или медведя особый способ поиска практикуют черные сороки обитающие в африке они посещают пастбища в поисках насекомых и частенько ищут их на спинах пасущихся животных подобно волоклюем и буйволиным цаплям черные сороки поедают паразитов поэтому их визиты терпеливо переносят буйволы слоны домашний скот наряду с растительной пищей сороки могут поедать семена и плоды растений мелкие орешки и зерна гнездятся сороки по одиночке или колониями по 5-7 пар эти птицы моногамны и сохраняют верность партнеру их гнезда аккуратные чашечки сплетенные из мелких веточек и высланные травой шерстью и перьями но обыкновенная сорока в мастерстве постройки жилья превзошла все остальные виды она плетет не чашечку а шар с боковым входом причем одна пара птиц создает несколько таких гнезд чтобы потом выбрать из них одно самое лучшее и эту конструкцию мне кажется сорока благодаря своей сообразительности подсмотрела у людей да и лишние гнезда будут отвлекать внимание хищников а может сороки настолько продуманы что летают в другое гнездо для смены обстановки как на дачу вкладке у этих птиц бывает от 3 до 7 яиц инкубация длится до 20 дней птенцы вылупляются голыми и слепыми кормят их оба родителя но самка прилетает гнездо чаще повзрослевшие птенцы сначала порхают по веткам в это время родители их подкармливают а затем кочуют вместе со взрослыми естественных врагов у сороки очень много на них охотятся и орлы и орланы соколы ястребы крупные совы филины дикие кошки гнезда могут разорять куницы а в тропических странах змей тем не менее сороки процветают во многом благодаря своей сообразительности культурах разных народах сороки занимали не одинаковое положение у индейцев северной америки они ассоциировали с духами леса восточной азии пользовались большим почетом и считались вестницами счастья а вот в европе у славян отношения с людьми не сложились земледельцы недолюбливали сорок за то что они подбирали зерна во время сева а для охотников они были худшими из зол ведь стрекочущая сорока оповестит весь лес о появлении чужака поэтому охотники просто убивали их с появлением высокой науки это положение не улучшилось одни ученые причислили сорок разряду вредных из-за способности разорять гнезда певчих птиц в действительности вред от этих птиц компенсируется пользой которую они приносят поедая вредных насекомых а вот символ тайваня толстоклевая лазуревая сорока оказалась на грани вымирания по другой причине и и узкий ареал охватывает одну из самых густонаселенных зон мира поэтому этот вид страдает от нехватки мест обитания в неволе сороки легко приручаются но спокойной жизни с такой пеструхой не дождетесь нужно очень много внимания анкета есть и довольно таки отличная с небольшими погрешностями а у кого их нет и все же как же насчет убеждения что сороки воруют блестящие вещи так вот никто не будет а ученые исследователи в свое время подвергли сорок ряду экспериментов чтобы проверить соответствует ли их репутация реальному положению дел они предложили диким европейским сороком две горки орехов одна из горок находилась рядом с кучкой блестящих интересностей другая горка располагалась вблизи кучки таких же металлических предметов но окрашенных в матовый голубой цвет присутствие посторонних предметов отвлекало птиц от кормления в обоих случаях но они не проявляли заметно более высокого интереса к блестящим предметам по сравнению с просто окрашенными лишь в двух из 64 тестов сорока подцепила блестящее кольцо но через короткое время потеряла к нему интерес так что все таки нельзя утверждать что сороки никогда не воруют блестящие предметы и нет достоверных доказательств того что блестящие вещи привлекают сорок больше чем любых других птиц эти результаты совпадают с данными получены экологом тимом берхедом из университета шеффилда в британии в течение 10 лет он изучал поведение сорок берхед абсолютно уверен в том что сороки воровством не промышляют нет абсолютно никаких свидетельств тому что люди когда-либо находили блестящие предметы в сорочьих гнездах однако по словам берхеда сороки очень любопытны и действительно частенько подбирают различные предметы в прошлом когда сорок содержали как домашних питомцев птицам вероятно предоставлялась не одна возможность подобрать ценную вещицу хозяина этим возможно и объясняется миф об их клептомании а правда ли то что сороки безжалостно уничтожают других пернатых нет никаких сомнений что они поедают яйца и птенцов певчих птиц что хищнические повадки сорок привели к сокращению популяции певчих птиц в рамках исследования результаты которого были опубликованы в 1991 году так вот данные оказались таковы что никто никому не мешал и за продолжительное время популяции остались на уровне и по сути гораздо большую проблему для пернатых представляют домашние кошечки опасность кошек для певчих птиц несомненно велика но при этом весь гнев направлен на сорок ну и конечно же на их родственниц ворон и соек а по сути одним поймать и поиграться и после пойти домой нагулявший изрядный аппетит и плотно пообедать а кому-то надо и выжить но кошечки наши все и кто же на них может что-то плохое подумать так что сорок никто не понимает если бы они были редкими птицами люди специально ездили бы за много километров чтобы на них посмотреть при ярком дневном свете они выглядят просто прелестно с длинными хвостами переливчатой игрой цвета на перьях человеке начинают ценить только тогда когда теряют и задними мыслями понимая что уже не вернуть но надеюсь эта участь не коснется нашей красавицы и рекомендую относиться к сороке так как китайцы они считают сороку птицей счастья приносящим людям и счастье и удачу подписываемся не забываем ставить лайки и делать репосты до новых встреч с вами был канал планета земля а а